Уважаемые коллеги, мы возобновляем работу общероссийского семинара по оптимизации. У нас был достаточно большой перерыв. Сейчас повеселее пойдет в перспективе доклада Рихтарика. Он уже подтвердил свой доклад. Сегодня у нас будет доклад Олега Олеговича Хамисова из Коковского института Скалтеха. Олег Олегович кандидат наук. И, я так понимаю, будет как раз рассказывать отчасти ту тему, по которой заезжал диссертацию. Наверное, более подробно Олег Олегович сам расскажет. В общем, это первый доклад после перерыва. Так что, надеюсь, что мы сегодня соберемся в достаточно большом количестве. Может, чуть-чуть еще подождем, потому что все-таки пока 18 человек. Наверное, можно несколько минут подождать. Давайте где-то минуты через 2-3, тогда я дам отмашку и начнем. Сейчас еще люди подходят. Доклад для вас на каком языке удобнее? На английском, на русском? Я думаю, на русском. Ну, вроде из присутствующих все по-русски, не знаю. Все понимают по-русски. Если кто-то не понимает, скажите. Ну, вот видите, никто не говорит, значит, все понимают. Значит, они не понимают по-русски, они не поняли, что надо сказать? Олег, а можно по имени просто? Я правильно понимаю, что вы в проектной смене тоже будете более-менее проект предлагать в Сириусе? Вот, более-менее вокруг вот этой темы, да? Да, да, совершенно верно. Тогда буду особенно внимательно слушать, чтобы потом можно было обсудить. Вот. Ну, хорошо, вроде уже так как-то мы набрали. Вот. Достаточно. У нас в последний раз тоже был где-то около 20 человек, поэтому думаю, что можно начинать. Пожалуйста, начинайте. Добрый вечер. Тема сегодняшнего доклада – это распределенная оптимизация со связывающими ограничениями равенствиями и равенствиями посредством переформулирования проблемы. Ну, распределенная оптимизация, она используется во многих отраслях. В электроэнергетической сфере она в последнее время становится крайне популярна. В управлении роботами, в машинном обучении. Поэтому существует значительное количество методов, которые, оптимизационных методов, которые могут быть реализованы распределенным образом. Проблема в том, что, как правило, ограничение на обмен информацией, оно стоит каких-то дополнительных усилий. Например, либо это увеличение вычислительной скорости сложности, либо замедление скорости сходимости. Поэтому идея этой работы заключается в том, чтобы не разрабатывать новый оптимизационный метод, а в том, чтобы перед тем, как метод применять, изменить задачу оптимизации таким образом, что немодифицированный метод, например, градиентного спуска, мог бы быть реализован распределенным образом. Поэтому цели следующие. Считается, что у нас дана задача с выпуклой сепарабельной целевой функцией и ограничениями равенства-неравенства, возможно, связывающие, то есть задействующие несколько агентов, несколько узлов на сети. При этом требуется сделать следующее. Если у нас только ограничение равенства, тогда построить эквивалентную задачу, в которой мы могли бы применить градиентный метод, обычный градиентный метод. Но при этом задача бы позволяла его распределенное применение. Если мы говорим об ограничениях неравенств, тогда создать систему дифференциальных уравнений, которая бы сходилась к решению задачи, такую, что если мы применяем какой-нибудь метод из семейства Рунгикута, например, Дормана Принца, явный метод, то он тоже бы мог быть вычислен в сей трассе, могли бы быть вычислены распределенным образом. Таким образом мы получаем эффективность и гибкость стандартных методов на распределенные задачи. Ну и два последних стандартных ограничения. Это ограничение безопасности, что у нас обмен переменными и обмен локально известными функциями, локальными частями целевой функции, известными каждому агенту, он недопустим. То есть это то, что локально известно, и мы обмениваться этой информацией не можем. Начнем с задачи, где у нас только ограничение равенства. То есть фиат-х у нас выпуклая функция, линейное ограничение. Мы предполагаем, что всегда существует хотя бы одно решение у данной задачи. Ну, прежде чем предлагать метод для общего случая, для такой постановки, сначала рассмотрим более простой пример. А, да, секундочку, извините. Сначала, во-первых, введем терминологию, что мы подразумеваем под мультиагентной сетью. То есть это у нас сеть, состоящая из L агентов, соединенных в графе. Графа задается матрицей Лапласа-Ж. Каждый агент знает свой локальный подвектор хкатая. Целевая функция сепарабельная, и каждый агент знает свой кусочек этой сепарабельной целевой функции хкатая. И также знает часть матрицы цкатая и часть вектора дкатая. При этом под распределенными вычислениями мы будем понимать следующее. То есть непрерывно в случае эта формула хкатая с точкой равно кукатая от следующих аргументов. То есть это хкатая, локальные переменные, плюс хкатая от соседних узлов. Где хкатая, это некоторые вспомогательные переменные, поскольку мы хами обмениваться не имеем права в целях безопасности, мы должны ввести какие-то дополнительные переменные, и за счет обмена дополнительными переменами решить задачу. При этом сама функция Q, она может зависеть только от количества соседей у агента. Поскольку у нас, например, два агента в сети в разных местах находятся, у обоих по три соседа, они ничего не знают об остальной сети, им невозможно присвоить, они не могут присудить себе какой-то номер, потому что они не знают сколько агентов в сети. Поэтому количество соседей – это единственный параметр, на основании которого они могут как-то руководствоваться, как проводить вычисления. И начнем мы с простого примера. То есть у нас здесь квадратичная форма, выпуклая, и линейное ограничение суммы переменных минус какая-то константа равна нулю. Сеть состоит из n агентов, то есть по количеству, по размеру вектора x, каждому агенту принадлежит одна переменная и свое слагаемое с целевой функцией. То есть это одна вторая, а к на x, k в квадрате. Ну и каждый агент знает один элемент вектора d. То есть задача 1, если, скажем, применим метод какой-нибудь градиентного спуска, ну спуска по прямым переменным подъемам под Вейстером, он не будет децентрализованным. Нам нужно будет обмениваться информацией, всей информацией между всеми узлами, между всеми агентами. Это недопустимо. Поэтому предлагается следующая замена, а именно замена в ограничении равенств 2b. То есть у нас до этого был единичный вектор, умноженный на x, теперь у нас единичная матрица, умноженная на x. Олег, извините, можно я по прошлому слайду вопрос задам? Просто у нас матрица же диагональная вроде, а не получится децентрализованно сделать, потому что есть ограничения из-за этого. Да, да. То есть у нас здесь ограничение связывающее, оно задействует все агенты, и поэтому здесь мы с ним ничего, как бы так разделить задачу не можем. Хорошо, спасибо. Так, и поэтому мы заменяем ограничение 2b. То есть раньше у нас был единичный вектор, умноженный на x, мы заменяем на единичную матрицу, минус вектор d и плюс gy – это блок, который отвечает за обмен информацией между узлами. То есть g – это матрица Лапласа сети, то есть она определяется формулами 3, это мощность узла, если это диагональный элемент, и минус 1 или 0 в зависимости от того, что есть ли линия между узлами ежи или нет. То есть h – это множество соседних узлов в формуле 3. Она обладает двумя важными для нас свойствами. Во-первых, сумма строк, а также сумма столбцов равны нулю, это матрица симметричная. А во-вторых, если у нас есть какое-то преобразование вида 4, то есть y к new мы пересчитываем через формулу уже на y кок плюс f, если мы запишем поэлементно, мы увидим, что все, что нам нужно, чтобы вычислить компоненту i – это локальный y, e, f, i и y, g от соседей. То есть, в принципе, использование этой матрицы в таких выражениях вида 4 нам позволяет некоторое распределенное вычисление реализовать. Олег, вот тут мы видим желтые линии, я не знаю, вы их видите или нет, это вы делаете? Нет, я тоже не понимаю, я мышку вообще не трогаю, они у меня как-то возникли. Может, их стереть нужно? Так вот, непонятно как, может быть, вы перестанете демонстрацию экрана, а потом снова включите, я надеюсь, что это поможет. Хорошо. Выключите, а потом включите, по идее, должно быть нормально. Да, вот сейчас снова включите. Так, сейчас вроде чисто, все. Да, отлично, спасибо. Вот, значит, при использовании вот этих вот вот этой матрицы Лапласа мы получаем распределенные вычисления, если мы реализуем формулу 4. Теперь мы должны формально доказать, что у нас задача 5 совпадает с исходной задачей. Ну, тут получается, если мы рассмотрим решение x, y задачи 5, то возьмем ограничение равенства, сложим их, сложим все строки, поскольку сумма строк матрицы G равна нулю, то мы получим исходное ограничение в задаче 1. Поэтому если x, y задачи, решение задачи 5, то x это решение задачи 1. Обратно это оказывается немного сложнее, но там через альтернативу Фрейд Гольма тоже получается такой результат, что если у нас x, звезду, и решение исходной задачи, вернее, оно решение тогда и только тогда, когда x, y пара это решение новой задачи. То есть, в принципе, задачи получаются по x, они эквивалентны. И теперь, если мы применим градиентный метод, то получается следующая ситуация. Вот у нас формально выписываем функцию Лагранжа, слева у нас стационарная точка для этой функции, и дальше мы принимаем градиентный спуск по прямым переменным и градиентный подъем подвойственно. Поскольку мы используем матрицу Лапласа, у нас получается следующая картина. Вот здесь в формуле 9 зеленым я пометил локальную информацию, которая принадлежит каждому агенту, а синим информацию от соседних узлов. То есть, у нас здесь получается, нужно обмен только проводить лямбда, двойственными переменами, соответствующими связывающими ограничениями, и игреком, аним вспомогательными переменами, которые мы ввели специально для коммуникации. Иксы и целевая функция, в данном случае этот компонент аи т на иксы т на ка т, они остаются неизменными, они, вернее, остаются локальными, и соседям никак не сообщаются. То есть, вот мы получили градиентный метод, обычный градиентный метод, мы применяем к данной задаче, мы ее немного переформулировали, и получили уже, что обычный градиентный метод становится распределенным. Теперь обобщим данный подход на общий случай. Вот у нас задача P1 была, теперь мы ограничение равенства здесь, P1, D это for distributed, стоит распределенная. Задачи P1, D мы формально также по такому же принципу переписываем ограничения, я чуть ниже покажу, как именно это происходит. И для нее мы получаем такую же лему, что у нас в исходной задаче, если X решение, вернее, оно решение тогда и только тогда, когда в этой задаче пара X, Y решение. Ограничение равенства можно представить в матричной форме 10B. Формально, вот мы вводим матрицы C0 и GM, они достаточно громоздко записаны. Но если мы перейдем к графической визуализации, тут получается достаточно понятно. То есть у нас в примере, как вы помните, мы переходили от единичного вектора, на который мы умножаем X, на единичную матрицу. Здесь то же самое. Мы от матрицы C, которая у нас состоит из блоков C1, C2, из столбцовых блоков и так далее, переходим к блочно-диагональной матрице. И если у нас до этого была одна матрица Лапласа, то теперь мы просто каждую строку дублируем для каждого ограничения и для каждого узла. Поэтому получается вот такая картина. Мы получаем диагональные блоки, то есть это диагональные блоки GM1, GM2, GML. Они соответствуют каждому агенту. То есть для первого агента первый блок, для второго второй и так далее. И составляем из нее матрицу. То есть это получается, мы просто продублировали L раз первую строку, L раз вторую строку и так далее матрицы Лапласа. В итоге получается следующая ситуация. Что вот у нас была исходная задача, мы провели некоторое преобразование. Преобразованная задача, опять же, можем применять градиентный спуск по прямым и градиентный подъем подъездным переменным. и получаем распределенный метод оптимизации. При этом он здесь, вот на данном этапе, он сходится с линейной скоростью. То есть сам метод мы никак не модифицировали, мы используем самый базовый подход. Мы изменяем задачу. Извините, а почему он с линейной скоростью сходится? Получается, он со скоростью градиентного спуска. Вы какие-то дополнительные предположения делали относительно задачи? То есть из исходной постановки там сразу как бы это понятно, что он будет. Ну, градиентный спуск может и сходиться как бы и нелинейно. Он может сходиться как один на К, допустим, К-нумер итерации. Видимо, вы какие-то еще условия тут предполагаете, которые это обеспечивают. Ну ладно, это можно потом. Здесь, да, здесь вот я вводил матрицы К, которые вот КХ, КЮ, К лямбда, которые изменяют длину шага. То есть за счет них можно добиться вот такого результата. Так, да, здесь еще есть какие-то вопросы? Вот, пока остановились. Хорошо, тогда теперь мы с равенствами разобрались. Теперь давайте добавим неравенство. То есть вот задача по два, она выглядит примерно точно таким же образом. Но если у нас теперь просто добавляется еще линейный, опять же, связывающий линейное ограничение равенства EX плюс F. И как и в предыдущем случае, у нас каждый агент знает локальную информацию. Это часть функций φ, матриц CE и векторов D и F. Здесь мы делаем точно такое же преобразование. Получается, что мы здесь точно так же можем ввести матрицу Лапласа вот в третьем ограничении равенства G на Z. Здесь Z опять же вспомогательные перемены, за счет которой осуществляется передача информации уже для ограничения неравенства. И несмотря на то, что неравенства, они менее жесткие ограничения, тем не менее, мы показываем, что эта задача и исходные, они эквивалентны по отношению к X. То есть если мы решили эту задачу, мы найдем X для исходной задачи. Далее мы можем повторить такую же процедуру, перейти к матричной записи. То есть фактически мы это здесь делаем для того, чтобы далее нам уравнение было удобнее записывать, чтобы были менее громоздкие формулы. Но здесь возникает проблема в том, что теперь у нас есть дополняющая нежесткость. Мы теперь не можем просто записать стационарную точку функции Лагранжа. Теперь у нас есть дополняющая нежесткость и ограничение неравенства. Это сами исходные ограничения неравенства и неотрицательность двойственных переменных. То есть теперь мы так напрямую метод градиентный не применим. Поэтому предлагается следующая замена. То есть здесь у нас функция альфа вводится в предпоследнем равенстве, которая вот задана формулой 20. Идея следующая. То есть справа график функции альфа, а слева сами опять же те же самые формулы. То есть мы ограничения неравенства, если они активны, мы их интерпретируем как ограничения равенства. То есть альфа равна первому своему аргументу. Если ограничение неактивно, то мы просто 21Е зануляем. Альфа равно нулю. Это делается для того, что поскольку мы хотим дальше перейти в системе дифференциальных уравнений, оказывается, что такая кусочная линейная функция, она с точки зрения устойчивости и динамики крайне удобна. И формально мы доказываем от лему 5, что переход от условий Карл Шакуна-Тайкера к таким условиям, кусочной линейным, оно позволяется, поскольку здесь x решение, оно является также решением исходной задачи P2. Теперь от системы алгебрических уравнений. То есть это здесь система кусочной линейных алгебрических уравнений и одного алгебрического неравенства. Мы ее все равно не можем решить децентрализованным, распределенным образом. Мы переходим к системе дифференциальных уравнений. Фактически мы заменяем нулю слева на соответствующие производные. Вот x точка, y точка и так далее. На данном этапе ограничение неравенства для двойственных переменных мы опускаем. Я позже объясню, почему это можно сделать. В итоге мы получаем систему S, систему дифференциальных уравнений с кусочной линейной правой частью. Олег, вот это место, оно достаточно нетривиально. Мне кажется, если есть возможность, поподробнее. Да, сейчас, фактически вот здесь слева мы нули заняли на производные и по прямым переменным правой части мы умножили на минус. То есть здесь аналог получается градиентного спуска по прямым переменным и подъема по двойственным. Вот сейчас я перейду к матрице. Вот, то есть слева та же самая система. Если мы ее линейризуем, она у нас вырожденная. Формально мы из матрицы линейризованной системы не можем ничего вытащить, потому что она нам ничего не говорит об устойчивости в общем случае. Но в данном случае она достаточно хорошо передает картину, как система в себя ведет ее динамику. То есть матрица, она получается состоит из следующих компонентов. У нас на диагонали стоит NABLA 2 Fiat X с минусом. А все остальное, вот зеленое и синее, это антисимметричные блоки. То есть у нас матрица это сумма диагональная плюс антисимметричная. Но антисимметричная матрица, она с точки зрения устойчивости ничего нового не привносит, поскольку у нее в действительной части собственных чисел нулей, у них только мнимые. То есть она вводит какие-то осцилляции в систему и все. А диагональный блок, он дает нам по меньшей мере устойчивость. Но если у нас, скажем, NABLA 2 Fiat строго определена, если у нас функция строго выпуклая, то мы получаем асимптостическую устойчивость по X. То есть непосредственно из этой матрицы, опять же повторюсь, этого не следует, поскольку у нас система вырожденная, линейеризовать ее мы можем, но это нам ничего не даст. Но в целом результаты теоремы, которые уже дальше, они совпадают с вот этим. То есть мы заменили нули на производные, у прямых переменных домножили правую часть на минус, чтобы получить аналог градиентного спуска, у двойственных переменных все оставили как есть, чтобы получить градиентный подъем, и получили структуру, которая похожа на сумму диагональной и отрицательно полуопределенной матрицы и антисимметричной матрицы. И вот для такой системы мы получаем теорему 1, которая говорит, что если у нас вот для вот такого множества начальных точек, здесь вот как раз гамма должна стартовать из положительной полуплоскости. Вот мы до этого положить неотрицательность двойственных переменных от нее отказались. Вместо этого мы подставляем требования на начальную точку, на стартовую точку. Это нам всегда осуществимо, потому что гамма – это искусственные переменные, которые мы сами вводим. То есть если какое-то это практическое переменение, они у нас на контроле или будут сами сидеть, мы их почему хотим, тому и зададим. И поскольку они локальные, всегда их можно задать без каких-либо коммуникаций, без каких-либо проблем неотрицательными в начальный момент. И для этой стартовой точки, для таких стартовых точек у нас, во-первых, несмотря на то, что система разрывна всегда существует решение, как минимум существует один эквилибриум, то есть стационарная точка системы, которому… стационарная точка системы, более того, X со звездой в этой стационарной точке – это есть решение задачи оптимизации, исходной, которая у нас, напомню, это централизованная постановка с ограниченными равенствами и неравенствами. Эта система устойчива. И дальше еще две вещи получаются. Во-первых, она всегда асимптетически устойчива по X, и она сходится к решению задачи оптимизации X со звездой, если у нас есть строгая выпуклость, поскольку при строгой выпуклости мы получаем единственное решение задачи оптимизации. Но если у нас только строгая выпуклость, то вследствие разрывности правой части у нас может быть не единственность по траекториям. То есть у нас все траектории сходятся куда надо, но возможно, что одни чуть быстрее, другие чуть медленнее. А если есть еще и сильная выпуклость, тогда траектория единственная. То есть мы всегда гарантированно из одной стартовой точки у нас существует одна траектория, которая сходится к X со звездой. Это в целом все аналитические результаты. Теперь давайте перейдем к практическому применению. Олег, Олег, это вот вы сейчас сформулировали теорему для непрорывной динамики, я правильно понимаю? Правая часть разрывная здесь, то есть если мы перейдем обратно... Я имею в виду непрорывное время. Я имел в виду... Да, да, да. Да, это интервенциальная система. Хорошо, ладно, тогда в конце это обсудим. Хорошо, спасибо, да, можно дальше. Для практического применения мы возьмем задачу регулирования частоты и перетоков мощности в электроэнергетической сетях. Я сейчас сначала вкратце расскажу, в чем задача заключается, а потом уже перейдем к вычислениям. Энергетические сети – это фактически транспортные сети без каких-либо средств хранения. То есть у нас есть аккумуляторы, батареи, но количество энергии, которое она может хранить, несравнимо с количеством энергии, которое даже за секунду передается через большую сеть. Как следствие, у нас генерация электроэнергии должна быть всегда равнопотреблением. Если это не выполняется, например, у нас потребление слишком высокое, получается, что мы из генератора на электростанции вытягиваем больше электрической мощности, чем механической мощности, которая поступает в генераторы с турбиной. Это получается, как машина едет в гору со слабой тягой, то есть она начинает замедляться, частота ротора генератора начинает замедляться, соответственно, и частота сети начинает падать. То же самое, если у нас слишком большая генерация, она начинает увеличиваться. Это недопустимо, поскольку значительные отклонения частоты приводят к целому ряду проблем, и в первую очередь это разрушение турбин-генераторов. Второе ограничение. То есть у нас первое, то есть frequency control, регулирование частоты, оно отвечает за поддержание баланса мощности в сети. Он должен быть всегда поддерживаемым, потому что у нас нету никаких средств хранения. Второй момент. Это по-английски, как protection management, по-русски это управление перетоками мощности. То есть у нас есть ограничение сверху на переток по линиям. Мы не можем передавать больше, чем какое-то определенное количество. Либо мы тогда теряем устойчивость по напряжению, либо у нас линия просто перегревается и может произойти обрыв. И второе, у нас, как правило, для обеспечения безопасности сети, она разбита на несколько областей, и перетоки между областями электросети должны быть всегда постоянными. Ограничение на линии здесь представляет дополнительную сложность, потому что, опять же, из-за специфики физических законов, связанных с электросетями. Если мы говорим о транспортной сети, например, у нас там, не знаю, грузовиками мы переводим товар, мы можем сказать, что вот у нас такое-то количество грузовиков едет по одной дороге, такое-то по-другой. Здесь не так. Здесь единственное, что мы можем управлять, это количество мощности, производимой на генераторах. А перетоки мощности, они уже на линиях задаются вторым законом Киргофа. Мы это никак не можем контролировать. В принципе, есть технологии, которые позволяют установить некоторый переток, определенный на линии, но они чрезвычайно дорогие. Поэтому, как правило, перетоком на линии мы в явном виде управлять не можем. Мы можем только изменять генерацию. И идея в том, чтобы поддерживать баланс мощности и перетоки в допустимых значениях распределенным образом. То есть мы вводим ограничения на коммуникацию. Вот справа пример электросети, на котором мы будем работать. Это сеть Новой Англии. Один из наиболее часто используемых примеров для каких-то теоретических или практических результатов. Она состоит из 39 шин. То есть здесь басос, это шины узлов. И 48 линий. Зелеными кружочками обозначены 10 генераторов. И синими полосками со стрелочкой вниз или вверх обозначены 17 нагрузок. В дополнение мы считаем, что линия 9.39, вот здесь внизу под генератором 1, она работает на максимальной пропускной способности. То есть увеличить переток мощности на ней невозможно. И сеть разбита на две области. То есть вот у нас пунктирной линии. Мы разбиваем сеть на два куска. В нижнем у нас стоит три генератора G1, G2, G3. А в верхней вот такой буквой G в обратную сторону. Семь оставшихся генераторов. Предполагается, что у нас каждый агент сидит на одном узле. И сеть агентов, которые решают задачи оптимизации, совпадает с физической сетью. То есть у нас как и есть на рисунке, где линия есть, там есть обмен информацией между агентами. Если нет, то нет. И на такой сети мы вводим следующую задачу. Задача E. Ну, это одно английское слово example. Я думал, на английском может придется рассказывать. То есть у нас первое, это мы минимизируем квадратичную функцию. Здесь W, это диагональная матрица. Это матрица, но это не совсем цен. Это, скорее всего, затрат с точки зрения безопасности на генерацию, на отклонение от некоторого заданного значения. Второе уравнение. Здесь P, это перетоки мощности. U, это значение генерации или потребления. То есть второе, E2 уравнение, это баланс мощности. Это первый закон Киргофа. Третье уравнение. Это второй закон Киргофа. Здесь тета, здесь опечатка, здесь BC транспонированное тета просто должно стоять. Не тета минус тета. Тета, это фазовые углы. 4, 5, это ограничение сверху, снизу на генерацию потребления мощности и на перетоки. И последнее, это ограничение на переток между областями. То есть здесь параметры следующие. C матрица, это матрица инциденции сети. B, это параметры линий. S, это агрегированная матрица инциденции для областей. То есть если мы вернемся назад, то S компоненты следующие. Если у нас линия переходит из одной области в другую, это 1, минус 1, в зависимости от того, входит она в область или выходит. И 0 в остальных всех случаях, если линия не пересекает вот эту вот черту, разделяющую область. То есть вот сама задача оптимизации. Но мы, в принципе, для нее доказали теоретический результат. Мы знаем, что если мы применим наш метод, получим систему дифуров, она у нас сойдется к решению. Поэтому хотелось бы немного расширить за пределы теории задачу и ввести некоторые сценарии. То есть предположить, что у нас, во-первых, топология графа изменяется, а во-вторых, ограничения тоже меняются. Поэтому предлагается следующий сценарий. То есть в момент времени 0 считается, что система оперирует, работает в стандартном режиме. Нет никаких возмущений в сети. У генераторов ограничения сверху и снизу стоят на плюс-минус 20 мегаватт. И нагрузки никак не участвуют в управлении. Под управлением нагрузками мы подразумеваем не аварийное их отключение, а, например, если мы говорим о кондиционерах, у нас есть дом, мы можем в нем часть кондиционеров отключить. Тем самым без какой-то неудобства для потребителя снизить потребление резко. В первую секунду происходит авария. То есть здесь partial power outage – это частичное отключение мощности на генераторе. Идея следующая. У нас, если есть электростанция, на ней стоит несколько генераторных блоков. То есть это генератор и турбина. Например, 10 штук. То есть у нас один отключился, оставшиеся 9 увеличили свою мощность, чтобы компенсировать потери. Но все равно они не смогут целиком ее компенсировать, отсюда потерять 50 мегаватт. И поскольку они уже увеличили мощность до предела, то считается, что этот генератор уже в управлении не участвует. То есть у него здесь вот в правой колонке ограничения сверху и снизу на генерацию равны нулю. То есть он все, он зафиксировал генерацию. Через 9 секунд происходит еще одна авария. Точно такая же, опять 50 мегаватт мы теряем. Что происходит в этом случае обычно? За счет остальных генераторов поддерживается баланс. То есть остальные генераторы повышают количество производимой мощности. Но этот процесс, он не вечный. Как правило, ограничения генератора, они обязаны увеличивать генерацию на протяжении 10-15 минут. После чего они возвращаются либо близко к начальному значению, либо вообще в начальное значение. Это связано с тем, что, во-первых, системный оператор за 10-15 минут должен найти откуда-то достать резерв мощности, чтобы покрыть потерю. Во-вторых, это связано с техническими ограничениями. То есть мы увеличим количество генерирующей мощности, но не все электростанции, например, гидроэлектростанции, могут долго поддерживать увеличенную мощность. То есть у них там резервуар воды, который просто истощится и все. Поэтому в реальной жизни через 15 секунд происходит сужение пределов регулирования. Но для того, чтобы сделать более иллюстративную симуляцию, мы считаем, что изменения происходят через полминуты после начала сценария. В то же время, предполагаясь, что системный оператор видит, что ограничения начинают уменьшаться, у нас не хватает управления, чтобы поддерживать баланс мощности в соответствии со всеми ограничениями, поэтому включают управление нагрузкой. То есть это все происходит не мгновенно, это не шаговые изменения, а плавные изменения. То есть генераторы уменьшают генерацию в пределах на 50 кВт в секунду, нагрузку увеличивают на 100 кВт в секунду. В момент 40 секунд ограничения устанавливаются на константных значениях, это плюс-минус 15 мегаватт для генераторов и плюс-минус 1 мегаватт для нагрузок. И в конце, через 15 секунд, происходит третья авария. У нас происходит обрыв линии 4.5. Вот такой сценарий. У нас здесь получается и неоднородность в ограничениях равенства, вектор не константен, и топология сети не константна, и ограничения сверху-снизу на генерацию тоже не константны. И в итоге мы получаем вот такую динамику переменных. Слева верхний график – это динамика X-ов, то есть генерации, из этих U, то есть генерации для генераторов. Внизу – это отклик нагрузок после того, как они были включены. То есть начнем с левого верхнего слайда. Вот у нас произошла авария в момент 1 в первую секунду. Часть генераторов увеличила мощность, чтобы компенсировать потерю мощности на 10-м генераторе. Часть уменьшила, чтобы все ограничения, то есть ограничения на линиях и межобластные, выполнялись. Но при этом, вот они уже почти установились, вот здесь режимы. Происходит вторая авария, и значение подпрыгивает в два раза. Потому что у нас было 50 мегаватт потери, теперь стало 100 мегаватт потери. У нас задача – квадратичная функция при линейных ограничениях, поэтому мы в два раза увеличиваем потерю мощности. Картина просто увеличивается вся в два раза. Все это более-менее устанавливается к 30 секундам, после чего начинают сужаться ограничения на управление сверху и снизу. То есть вот у нас два генератора, здесь уменьшают мощность именно из-за ограничений. Как следствие, у нас вот третий генератор тоже уменьшает и два, и три оставшиеся увеличивает мощность, чтобы поддерживать ограничения неравенства. В то же время включаются нагрузки. При этом здесь вот особо хотелось бы отметить момент, что фактически в момент 30 секунд происходит не только количество, но и качественное ограничение. У нас до этого нагрузки не работали вообще, а теперь происходит их включение. Тем не менее, никаких осцилляций в динамике переменных не возникает. И последнее, в 50 секунд, происходит обрыв линии. То есть если посмотрим на верхний график, у нас генератор второй начинает осциллировать, но потом затухает. Второй генератор, вот справа у нас сеть нарисована, это вот он снизу, он находится ближе всего к линии, которая оборвалась, поэтому он реагирует наиболее сильно на этот эффект. Если мы говорим о нагрузках, посмотрим на левый нижний график, у нас две нагрузки, управление на них выходит примерно на ноль. Если мы теперь посмотрим справа на сеть, получается следующая картина. Вот у нас красным обозначен 10-й генератор, на котором потеря происходит 100 мегаватт. Два генератора сверху, G8, G9, а также блок снизу увеличивают генерацию, чтобы компенсировать потерю мощности. И первый генератор, вот здесь вот, тоже увеличивает генерацию. При этом возникает переток мощности из правой части сети в левую, поэтому линия 9.39 слева внизу становится перегруженной. Чтобы этого избежать, генераторы второй и третий, внизу сети, уменьшают свою генерацию, создают обратный переток мощности по линии 9.39 и в итоге линия становится не перегруженной. После чего, когда происходит обрыв линии 4.5, вот она здесь крестиком помечена, две нагрузки, фиолетовые 4.15, наиболее близкие к ней, изменяют потребление, чтобы обеспечить баланс сети согласно всем ее ограничениям. Вот мы вроде все посчитали, теперь возникает второй вопрос. Если мы говорим о реальности, то регулирование частоты и перетоков мощности, оно происходит в реальном времени. Поэтому у нас вот есть некоторая динамика. Интересно посмотреть, а вот если у нас есть электроэнергетическая сеть, и мы вот наше решение, наш алгоритм применим не просто как решение задачи оптимизации, а как управление к этой сети, что мы получим? Получаем следующую картину. Во-первых, введем сеть. То есть этот физический отток сети будет происходить следующим образом. То есть здесь справа формально выписана вся модель. Если будут вопросы, я к ней вернусь. Но в принципе здесь это алгебра-дифференциальная система. Она вся линейная, кроме последнего уравнения здесь синус стоит, соответствующий перетокам мощности между узлами. В общих словах модель следующая. Это нелинейные перетоки, считается, что они DC, то есть постоянные мощности. Если мы говорим о высоком напряжении, это достаточно допустимое предположение. Турбины двух типов, это гидро- и паратурбины, пятого и четвертого порядка, то есть высокого порядка. Классическая модель генератора и нагрузки с и без инерции. То есть без инерции, например, у нас там лампочки, если или там холодильник работает. Это с инерцией, это если там у нас какая-нибудь, например, завод или фабрика, на нем много генераций стоит синхронных моторов, которые добавляют инерцию в систему. И вот такой получается отклик сети. Слева вверху это просто продублированный график наших переменных, которые мы оптимизируем. Справа вверху это частота сети, то есть частота это индикатор баланса. Как мы можем заметить, вот здесь происходят два проседания. Это соответствует ситуациям, когда мы теряем по 50 мегаватт мощности на генераторе. Далее она немного осциллирует и потом устанавливается на 60 герц. 60 герц это номинальное значение для России. Нет, не для России, извините, для Америки. Сеть Новой Англии, она в Америке находится, поэтому 60 герц здесь стоит. 50 секунд происходит обрыв линии, но вот как можно здесь заметить, на частоту это практически никак не влияет, поскольку изменение топологии графа не влияет на баланс мощности. Частота это индикатор только баланса, поэтому линия оборвалась. Иногда в некоторых случаях возникает осцилляция вокруг нуля на частоте, но в данном случае даже осцилляции не возникло, все так и устоялось на номинальном значении. Слева внизу это график перетока мощности на загруженной линии. Напомню, это вот линия 9.39 вот здесь внизу. То есть она реагирует на обе потери мощности, у нее переток повышается. После этого управление, в данном случае уже можно назвать управлением, поскольку это не динамически, приводит систему, приводит переток к номинальному значению. Обрыв линии добавляет некоторой осцилляции, но в целом вот он устанавливается, отклонение его останавливается в нуле. И последний график справа внизу, это переток между областями. То есть у нас опять же сильная реакция на потерю мощности дважды, после чего график выходит примерно на ноль, но это происходит в момент 30 секунд. В этот момент у нас изменяются ограничения на управление, то есть вот слева вверху, если мы посмотрим на график, это тот момент, когда у нас включаются нагрузки и уменьшается мощность подаваемой с генератора. Поскольку у нас генератора в верхней области больше, это получается у нас небольшой перекос из-за этого в межобластном перетоке вверх, но после чего он устанавливается в номинальном значении. Опять же в 50 секунд происходит небольшое возмущение из-за обрыва линии. Вот это получается такой численный эксперимент. И заключение следующее, что целью данной работы было получить алгоритм, который вместо того, чтобы напрямую как-то распределенным образом решать задачу оптимизации, он задачу модифицирует так, что у нас стандартный метод, либо там градиентный спуск, либо какой-нибудь явный метод решения дифференциальных уравнений, например, Дормана Принца, что у данных примеров было использовано, мог решать систему распределенным образом. Ну и проведены численные эксперименты, которые подтверждают теоретический результат, а также показывают, что если мы применяем задачу в случае, когда у нас как-то там топология графа изменяется от времени, или параметры сети изменяются от времени, система все равно дает хороший результат. Все, спасибо за внимание. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, вопросы. Если как бы вопросов нет, то тогда я буду задавать свои. У меня достаточно много вопросов. Олег, а можете вот отмотать на слайд, где вы, собственно, переводите задачу оптимизации в задачу распределенной оптимизации? Это очень важная конструкция, она, в общем, желательно ее сейчас еще проговорить. Есть разные сценарии, как это можно делать, и хочется понять. Ну, например, да. Это на примере? Ну да, давайте, например, на этом примере. Да, то есть вот у нас исходная задача. Функция 1а уже здесь сепарабельная, мы здесь ничего не делаем. А с ограничениями мы их изменяем. То есть у нас здесь мы еще домножали на единичный вектор. Фактически после изменения мы вместо единичного вектора все умножаем на единичную матрицу x и d. И добавляем вот такой вот член, который отвечает за коммуникации. То есть здесь, в принципе, можно проводить аналог с физическими системами. То есть если мы говорим об Y, это если по отношению к энергетическим системам, к электросистемам, это фазовые углы, разность Y это перетоки мощности. То есть здесь размерности разные, все-таки фазовые углы безразмерные, перетоки мощности в мегаваттах. Но поскольку это аналог, то, в принципе, это самое близкое приближение. Если мы говорим о трубопроводных сетях, тут немного сложнее. Я думаю, можно сказать, что Y это что-то вроде давлений, а разность это как раз переток воды между узлами. Единственное, что я не понимаю, то вот сейчас, если мы, ну, как бы нам надо следствие, 2B, если просуммировать по строчкам, то должно быть предыдущее равенство с предыдущего слайда. Я правильно понимаю? Да. А можете показать, как оно выглядит? Вот предыдущие. То есть у нас фактически просто GY загуляется. Да, окей, окей. А если мы просуммируем, ну, то есть если мы просуммируем вот это, умножим слева G на единичный вектор, у нас разве там будет сумма элементов 0? То есть мне кажется, что там на диагонали надо матрицу G, ну, как-то диагональный элемент специально определять, как сумма вне диагональных. Да, вот у нас G это матрица Лапласа. А, все, увидел. Она прям по определению нам это дает. И вектор из всех единиц это как раз ядро этой матрицы. Да, согласен, тогда получится. Да, ну и, собственно, дальше вы вот по аналогии, когда у вас много уравнений, вы берете… Да, то же самое. Если мы предположим, что у нас в ограничении 2C это просто строка, то мы как раз получим, что у нас предыдущий случай. У нас по И не будет никакого пересчета, здесь ЦИТ с кружочком это ИТ строка матрицы. По И не будет никакого пересчета, поэтому вот мы получим как раз то, что было до этого. Получается, нам ограничения ЦИТХ плюс ДИТ надо разбить по всем узлам. Пока забудем про все остальные ограничения. То есть в предыдущем случае, вот мы сейчас вернемся туда, у нас здесь ЦИТ – это строка, состоящая из всех единиц. Мы эту строку берем, первый элемент, мы строим матрицу размером N на N. Первый элемент этой строки ставим в первой диагональную позицию, второй элемент – вторую и так далее. Получаем единичную матрицу, то есть она у нас здесь единичная матрица на X. Если мы теперь вернемся к нашим ограничениям, то мы здесь делаем то же самое. Я, пожалуй, лучше даже к матричному сразу виду перейду, потому что вот матрицу C0 мы разбиваем точно так же. То есть мы вот берем первый блок, теперь это уже столбцевой блок. То есть до этого у нас был один элемент матрицы C, строки, соответствующие одному ее агенту. Теперь у нас столбцевая подматрица C1 соответствует первому агенту. Мы ее ставим слева вверху на диагональ. Дальше C2 ставим на второй диагональный элемент и так далее. Получаем блочную диагональную матрицу. То есть у нас строка соответствует агенту. Да, вот, получается, строка соответствует агенту, а столбец соответствует той части матрицы, которую агент знает. Так, понятно. Таким образом, вот, можно форму записи вернуть слайд, где вот-вот, вот, ну, вот, был до этого, так, в общем. Ну, например, да. То есть мы таким образом, мы как бы, как сказать, ну, раздули задачу, то есть ввели дополнительные переменные. И теперь появляется возможность, соответственно, переходя, ну, например, к двойственной или прямо двойственной как-то решать. И получается интерпретация, что, в общем, каждый узел вычисляет свой блок и взаимодействует с соседями. Вот как раз за счет того, что были введены игреки, и потом еще там двойственные множители появятся, если я правильно понимаю. То есть фактически вот эту задачу, которая сейчас выписана, вы, вот, в этот момент можно забыть, что эта задача, ну, ее надо решать децентрализованным образом. Любой разумный метод, ну, так сказать, градиентного типа, не эллипсоидов, он, по идее, должен вам давать желаемый результат. То есть, как бы, сюжет, который вы выбрали, это один из сюжетов, который можно было использовать уже для решения вот этой задачи. То есть, самое главное случилось вот сейчас, то есть, вот, когда вы раздули правильно, ну, как бы, вот так вот записали задачу, то есть, на самом деле, вы же таким образом раздули число ограничений. То есть, сейчас у вас было изначально, ну, вот, например, до этого у вас было скалярное ограничение, а вы из него сделали ограничений столько, сколько размерностью икса. Ну, и тут тоже, то есть, это не совсем бесплатно, но это, вот, как бы, плата за то, чтобы была интерпретация децентрализованная. Ну, хорошо, вы этот трюк сделали, и вот, собственно, с этого места, это, замечу, что, кстати, это не единственный способ, как, ну, в общем, потенциально можно вводить децентрализацию, но вот уже в этом месте, да, возникает следующий вопрос. В принципе, это обычная задача выпуклой сепарабельной оптимизации, потому что функционал, ну, вот, фи-икс не общего вида, а сумма фи-ката и х-ката с афинными ограничениями. Афинные ограничения тоже сепарабельные, то есть, это, собственно, есть залог успеха, что у нас все сепарабельно, вот. Дальше, собственно, получается, что вы используете некий прямодвойственный метод, и он там дает определенные оценки скорости сходимости. Вот в этом месте, можно теперь я расшарю экран, я как раз, то есть, вы... Да, мне остановить, да, тогда надо? Да, 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 я расшарю и как раз попробуем, значит, ну, то есть, наверное, это не совсем, что ли, формат семинара, но мне кажется, это действительно достаточно актуально. Сейчас просто как раз на эту тему появляются работы, и мне бы хотелось это показать. Значит, сейчас, минутку, да, вот тут вот, видимо. Значит, в принципе, дальше можно, например, сейчас я решать вот эту задачу, я эту статью открою. Вот недавно у Лана Джорджа появилась статья, которая, ну, предлагает, как решать общее вариационное неравенство, ну, и седловые задачи являются частным случаем. Удивительным является то, что это, в отличие от экстраградиентных методов Крапелевич и, соответственно, Немировского, MirrorProx, это метод с одной, как бы, проекцией. То есть, более-менее то, что вы делаете, вы же, когда, как сказать, дискретизируете непрорывную динамику, на самом деле, это, вообще говоря, нехорошая процедура для седловых задач. Почему? Потому что, потому что там вот эти аттракторы, они могут, вокруг них можно заколебаться, то есть, надо в чазаровском смысле сходиться. И, вообще говоря, если ничего, как бы, не менять в этой динамике, просто ее дискретизировать, ну, не всегда там получается хорошо. То есть, там есть, как бы, трудности при переходе на дискретную. В непрорывной, да, то есть, речь не о том, что теорема, как бы, неправильная. Теорема правильная. Речь о другом, о том, что просто при попытке доказать аналогичный результат для дискретизированной динамики возникают сложности. Поэтому, вот, значит, люди стали придумывать какие-то выходы из этой ситуации. Я, естественно, сейчас должен был упомянуть такие подходы, как MirrorProx и, допустим, там, метод Корпелевич. Ну, собственно, сначала был метод Корпелевич, потом вот MirrorProx. И это методы, работающие по нижним оценкам для седловых задач. То есть, вы их просто можете применять к вашей задаче. И они будут, с точки зрения седловой задачи, это будет наилучший способ. А вот недавно, вот буквально в прошлом году, в конце, была вот такая вариация метода. Отличается он от MirrorProx тем, что здесь всего одна проекция. То есть, это ожидается, что на практике будет еще быстрее. И здесь, возможно, какая-то интерпретация связи вот с таким вот дискретизацией той динамики, которую вы использовали. Но замечу, что здесь есть некий моментный член. То есть, это идея Лана с коллегами, что подобно ускорению в методах, значит, вот для выпуклой оптимизации. Здесь тоже вводится моментный член. И вот, значит, так выглядит итерация, где f – это вектор поля, это вариационное неравенство. Но седловая задача – это частный случай вариационного неравенства. То есть, у вас это будет f состоять из градиента по прямым переменам и минус градиента по двойственным. Вот что такое f будет в вашем случае. Естественно, такую задачу можно записать. И там будет гарантия скорости сходимости вот в линейном случае, действительно, как у градиентного спуска, когда линейная. Ну и когда вырождена динамика, тоже как у градиентного спуска. Но только теперь уже это будет доказуемо, соответственно, такой результат. Можно пойти еще как бы дальше. Вот буквально вчера, значит, на архиве появилась такая статья. Децентрализованная распределенная оптимизация для седловых задач. Собственно, можно, собственно, рассматривать задачу, которую вы рассматривали, как раз, ну как бы пример на то, что, ну, то есть как с помощью децентрализованной распределенной оптимизации решать, значит, вот такие задачи. И здесь, в общем, тоже можно написать и оценки, и как бы процедуры, только здесь, наверное, на основе меропрокса. Вот. И я думаю, что это будет похоже на то, что у вас просто будет теория, которая уже для дискретной динамики. Тут не очень, конечно, это все компактно делается. Но я, наверное, перестану расшаривать экран. Просто мне кажется, что это, если можно, да, наверное, вернуться к презентации, можно вашей. Просто хотел отметить, что, в принципе, вот кажется, что подход, который вы как бы предлагаете, он фактически, если, например, смотреть на это как на седло, мы же можем эту задачу седловым образом записать. Ну вот, получается, что можно использовать такие наработки. Вот. Это как бы лишь одна линия. Вторая линия, она связана с тем, что квадратичный функционал имеет понятный двойственный. То есть мы можем явно построить двойственную задачу. И обычно, когда есть возможность явно строить двойственную задачу, ее лучше построить. То есть идея заключается в том, что если, вот, например, к этой конкретной задаче, которую вы написали, вы построите двойственную. Вот. Ну, например, к этой. Это же можно сделать аналитически. То есть двойственная задача, она будет, в общем-то, ну, как аналитически, ну, как бы, не знаю. То есть для диагональной матрицы это точно можно аналитически сделать. И дальше там получится, что вот эту задачу вы уже будете решать каким-то двойственным алгоритмом. И вот у меня гипотеза, что этот алгоритм также будет интерпретируем с точки зрения децентрализованной оптимизации. То есть вот беря, смотря на ту постановку, которая сейчас у вас есть, не как бы, не как на прямо двойственный метод, а как на двойственный метод, а дальше связь прямых и двойственных переменах. Вот я не знаю, на самом деле это надо посмотреть, конечно, но вот интересно понять, будет ли это работать. То есть если, там просто скорости у вас выше станут. То есть если сработает с двойственностью, то вот эта оценка для сёдел, которая ограничивает, собственно, то есть в чём вообще как бы недостаток прямодвойственности? Вот в таком варианте, когда и по прямым, и по двойственным переменам идёт как бы, ну, так сказать, одновременно динамика. Недостаток в том, что если у нас есть связь прямых и двойственных переменных, то этим грех не воспользоваться. Ну, то есть если мы знаем двойственные множители, мы можем по явным формулам рассчитать прямые. Ну или наоборот. Так вот, если у нас это здесь есть, а мы этим не пользуемся, это как бы вот потенциал для чего-то улучшения. А поскольку это ограничение афинное, а задача квадратичная, то и хочется решать двойственную задачу, иметь связь прямых и двойственных переменных, тогда вместо числа обусловленности будет корень числа обусловленности в трудозатратах. То есть линейная сходимость будет быстрее. Ну или если не линейная сходимость, то будет сходимость в вырожденном случае 1 на k для сёдела и 1 на k в квадрате после k итерации для двойственной задачи. То есть это быстрее. Ну и прямодвойственность позволяет переносить ту же самую оценку на соответствующую сопряженную задачу. Вот. Но в целом это кажется достаточно как бы интересным направлением и возможно лучше, чем седловой, чем то, с чего я начал говорить про всякие вот подходы, как эту задачу решать. Вот. Ну ладно, это я немножко так в сторону ее разговор, это можно отдельно поговорить. Я решил по этому поводу немножко сказать, потому что вроде, ну недавно появились некоторые работы, на которые хотелось обратить внимание, они вроде в тему. Ну а с двойственностью это классика, это что-то типа методов Роу, Гурвиц, Вудзава, что-то в эту сторону. Я, к сожалению, не так хорошо знаю вот старые работы, но думаю, что это вот туда. Вот. И, в общем, кажется, что это тоже может быть тут применимо. Так, коллеги, я не знаю, может быть кто-то что-то прокомментировать хочет, может быть к тому, что я уже сказал. Олег, ну может быть, я не знаю, вы что-то, если пробовали, можете как-то это уточнить, это же мой комментарий. То есть, если, например, вы что-то проверяли из того, что я сейчас говорил. С кретными, к сожалению, не особо, потому что здесь получилось, что задача шла, она от энергетики. То есть, сначала была вот эта задача поставлена, то есть, нужно было распределенное управление получить. Но там, как правило, подобные задачи нам именно явно и динамика не особо нужна. Нам важно, чтобы система сослалась в конкретной точке, а потом уже динамику как-то подстраивать. Потому что даже вот эта модель, она это все-таки некоторая аппроксимация. И поэтому вот задача именно вот такой постановки, что нужно, чтобы управление там сошлось в какое-то заданное состояние, система сошлась, они весьма актуальны. Поэтому началось все отсюда. И поэтому вот непрерывная постановка была проработана лучше, чем дискретная. Дискретная вот показала, что можно как-то свести в дискретной задаче, если есть ограничение равенства, и все. А вот с непрерывной здесь результаты получились несколько лучше именно из-за того, что... В этом смысле, да, неравенство, они вам, кстати, не сильно, так сказать, по идее, должны что-то портить. Потому что, в общем-то, неравенство, это же как бы создает вам артант. А артант – это сепарабельное ограничение. То есть, в принципе, вот эти децентрализованные алгоритмы, когда мы проектирование осуществляем, вот эта операция проектирования, она, в принципе, все портит. Вот спроектироваться на шарик – это уже все. Это децентрализация, не нравятся такие операции. Хотя, казалось бы, что там на шарик-то спроектироваться. Но оно требует вычисления, как бы, нормировку полученного вектора на размер этого шарика. То есть, чтобы мы оказались в шарике. А это плохо. Чтобы посчитать вектор, нам надо консенсус, и это начинает всякие, так сказать, накладывать неприятности о том, как это правильно организовать. А вот с сепарабельными ограничениями, коим является артант неотрицательный, это не проблема. То есть, вы можете вполне применять все, что я сейчас говорил, совершенно не заботясь о том, вот если брать именно такой классический седловой подход, там же, по сути, расплата за неравенство только в том, что у вас появляется ограничение неотрицательности. Вот. И с точки зрения численных методов оптимизации, ну что, ну надо проектироваться, значит, на это множество. Но, как бы, так даже лучше. То есть, если метод как-то сходится без этого дела, то с проектированием, это сжимающий оператор, в общем-то, ну, то есть, как бы, хуже-то не сделает. Поэтому тут кажется, что неравенства это как раз за них войны-то особо и нет. Вот. А, наверное, война за то, чтобы как можно меньше раздуть пространство и по максимуму воспользоваться некой структурой задачи. Но я не до конца понял, какая у нас матрица, которая вот в квадратичной форме. Поэтому я, как бы, так аккуратно вот говорю. Да, вот это дубль В. Здесь это диагональная была. То есть, это стоимость изменения управления. Диагональная? Да, да. То есть, это на каждом генераторе там своя стоимость. Ну, блочно, наверное, диагональная. Нет, нет. Прямо идеально диагональная. То есть, у нас, например, вот есть там атомная электростанция. У нее коэффициент будет большой, потому что мы ее особо менять не хотим. У гидроэлектростанции он будет маленький. Но там у угля побольше, у газа поменьше. Там у возобновляемых источников тоже будет достаточно большое. Потому что им управлять не очень удобно. Но вообще, то есть, W здесь матрица, это диагональная. Ну, тогда, по идее, все должно получиться из того, что я сказал. Единственное, что меня немножко еще смущает, что я немного общался с энергетиками до этого. Вот если я правильно понимаю, вот эта задача, она есть как бы лионеризация настоящей задачи. То есть, они сложную исходную задачу приводят вот к этой. И, в принципе, попытаются как-то вот эту исходную задачу аппроксимировать, что ли, вот это. Я правильно понимаю? Да. Здесь, смотрите, вот получается следующая ситуация. Вот я сейчас открою систему дифуров. Это физическая система. Здесь два источника нелинейности. Первый, это, если мы говорим, ну, то есть, у нас переменного тока сеть, то есть, активная и реактивная мощность между ними взаимодействия нелинейнее. Но если мы говорим о сетях высокого напряжения, то есть, вот тот пример, который мы рассматриваем, там реактивная и активная мощность, они практически полностью отделимы. Поэтому вот мы рассматриваем DC, вот Power Flows, первый пункт, это стоит за именно то, что мы рассматриваем активную часть. А реактивная часть, это уже там управление напряжением, она идет отдельно. Они практически между собой не связаны. Второй момент, где возникает нелинейность, это перетоки. То есть, вот здесь последнее уравнение, это переток мощности, здесь синус стоит. Если мы перейдем к задаче оптимизации, у нас здесь стоит просто линейное. Но здесь вот не тета минус тета, это опечатано, здесь просто BC транспортированно тета должно стоять. Но здесь плюс в том, что это переток мощности, на баланс мощности он не влияет. А если мы говорим о том, что у нас задача отклонения происходит от физической системы, то это не так страшно, потому что если мы нарушили переток мощности, слишком много тока подали, у нас возникает перегрев. И, как правило, превысить на 5-10% ограничения можно. Это, во-первых. А во-вторых, даже если мы превысили больше, то у нас есть 20-30 минут, чтобы данную проблему устранить. Спасибо. Ну, здорово. Вот когда так как бы не просто доклад по оптимизации, а вы еще так все комментируете как жизнь, это, по-моему, очень здорово. Я вот всегда так завидовал, кто так умеет. Времени не хватало обычно, чтобы так. Здорово. Значит, а еще такой момент есть. Я просто с другим коллегой из Колтеха тоже обсуждал похожую задачу. Мне они говорили, что они используют ADMM. Ну, то есть тоже распределенные и децентрализованные алгоритмы, но как augmented, modified, Lagrange, что-то такое вот. ADMM можно назвать. Елена Грязина, случайно. Да, да. Ну, там у него Телефик, там и Сергей Парсегов есть еще. Да, да. Здесь плюс в том, что ADMM он используется, но он, как правило, используется на более крупном временном интервале. То есть я сейчас кратко расскажу, как вот это вообще регулирование частоты происходит. То есть у нас каждые там 15-30 минут решается задача потока распределения. Это optimal power flow. Вот к ней иногда бывает, к ней пытаются применить ADMM. Вот для нее это достаточно популярный вопрос, можем ли как-то применить или нет. Здесь задача немного другая. Здесь нам нужно именно, чтобы динамика была постоянно с первого момента. Мы можем вытягивать значения генерации, и чтобы они сильно не скакали. То есть с ADMM это немного сложнее. Насколько я работ знаю, ADMM для именно регулирования частоты не используется. Он решает именно какую-то стационарную задачу. То есть мы поставили задачу оптимизации, решили, изменили режим работы сети. Опять же, получили задачу оптимизации, решили, изменили работу сети. Здесь же, если у нас произошла авария, нам нужно реагировать через несколько секунд. Даже по-хорошему, через секунду уже управление должно как-то изменяться. Поэтому для более быстрой реакции ADMM, насколько мне известно, не используется. Олег, а можно вас попросить буквально кратко, может быть, несколько слайдов добавить к этой презентации, и тогда ее мы и выложим, если вы не против. То есть проект, вообще это достаточно большое, интересное направление, и потенциально студенты его в будущем будут выбирать, что-то пытаться сделать. Ну, то есть в том числе то, что мы сейчас обсуждаем. И было бы здорово, чтобы у них были какие-то ссылки, что можно посмотреть. Да и не только студенты, может быть, кому-то из коллег, из присутствующих на семинаре. Было бы интересно посмотреть какие-то ключевые основные работы, которые здесь написаны, по постановке задачи, по подходу, который используется, по разнице между, например, с ADMM и без ADMM. Я так понимаю, там не так много каких-то фундаментальных работ. Вот, как обычно, в области там нескольких главных работ, вот если бы вы могли их как-то отметить и список литературы привести с некоторым пояснением, так сказать, что чего означает, это было бы очень ценно. Потому что в совокупности вот с тем, что вы рассказали, вот это вот дополнение было прям очень-очень уместно. Ну и, конечно, да, маленькие опечатки. И вот это я, в принципе, буду рекламировать студентам, чтобы они могли посмотреть. Можно вопрос задать? Да, да, конечно, пожалуйста. Да, Олег, вот уже есть практика, в сторону оптимизации. Вот на этом слайде. Матрица В. Эта стоимость имеется в виду материальная? Стоимость угля, воды? Нет, нет, нет. Здесь вопрос регулирования частоты – это вопрос безопасности сети. То есть, если мы не поддерживаем баланс, например, мы там на 2 Гц отклонились, это обычно значение, на котором генераторы начинают отключаться, турбины начинают разрушаться, если работают при системе оптимизации. Поэтому W здесь стоит за… Ну и у вас… То есть, даже вот Control Effort, это так функция и называется, то есть, это стоимость усилий управления. Она также выбирается с точки зрения безопасности. То есть, стоимость угля здесь значения не имеет, поскольку если у нас сеть развалится, это очень дорого ее восстанавливает. То есть, там шестичасовое восстановление разрушенной сети, оно порядка годового бюджета на всю электроэнергетику. Прошу, понятно. Тогда еще вопрос. А вот все разные генераторы имеют разное время выхода на новые значения мощности. Да, совершенно верно. Где это уравнение учитывается? Вот, смотрите, вот я здесь не пометил. Вот это, это уравнение для пара турбин. Здесь вот T1, T2 и так далее, T5, это временные константы, которые отвечают за реакцию. То есть, как правило, паровая турбина – это три турбины высокого и среднего давления, подключенные к генераторам, плюс преднагреватель. И вот эти все константы, они за них отвечают. Как быстро каждая турбина реагирует, как быстро там клапаны, которые отвечают за то, чтобы открывать, закрывать, изменять подачу пара турбины. То есть, это для паровых турбин в данной модели. А вот это я выделил. Это для гидротурбин. Там основной момент – это скорость изменений. Поскольку там вода, а не пар, там изменение подачи воды – это достаточно затратная, отмедленная операция. И вот она как раз описывается этой моделью. Опять же, коэффициенты Т1, Т4, они отвечают за динамику, за различную динамику различных турбин. Хорошо. И, наверное, может быть, последний тоже практический вопрос. Представленные результаты в конце у вас моделирования. Да, вот мы, например, в таком виде. Это частота, когда мы все-таки вернулись к 6200, и это реакция на изменение мощности. А в чем здесь была оптимизация? То есть, как можно сравнить с неким неоптимизированным решением? А, да, я здесь это не привел. Стандартный подход – это применение PI-контроллера, то есть пропорциональный интегральный регулятор. И если говорить, да, то есть он отвечает за частоту и перетоки мощности, за перетоки по конкретным линиям он не отвечает. Там включается корректирующее управление. То есть, если у нас линия вдруг стала сильно нагреваться, там включается задача OPF, оптимального потока распределения. Она не… то есть это уже не управление, это прям статично мы пересчитали задачу, поменяли режим. Если мы говорим о динамике PI-регулятора, он работает медленнее, порядка 80-90 секунд ему нужно, чтобы он частоту восстановил. И то же самое с перетоком мощности между областями. Там возникает проблема, что физически невозможно увеличить коэффициент PI-регуляторе из-за запаздывания в турбинах. То есть, вот если мы вернемся к этим уравнениям, вот здесь последнее, это турбина, такая более общая формула, турбина второго порядка, это самое простое, как мы можем ее просимулировать. Здесь U – это управление. Если мы поставим управление пропорционально интегрально слишком большими коэффициентами, вот этот блок нам даст неустойчивость. То есть, у нас частота начнет все больше и больше ассоцилировать. Поэтому вот эти 90 секунд, 90-120 даже, они ограничены именно за счет физической системы. Если мы применяем этот метод, мы получаем некоторое ускорение. В этом методе возникает другой вопрос, который я здесь не рассказывал, поскольку это все-таки не по энергетике задача. Нам часто, вот я здесь обозначил через букву R, это изменение мощности вследствие аварии или еще чего-то. Они нам неизвестны. Что-то где-то отключилось, какая-то линия оборвалась, непонятно, что произошло. Поэтому для данной задачи вопрос еще не только в том, как быстро решить задачу оптимизации, а как еще восстановить, что произошло в сети. То есть, вот этот момент я здесь не рассказывал, но тоже есть методы, которые позволяют нам как-то аппроксимировать R с достаточной точностью, чтобы применять некоторые более быстрые методы, чем просто пропорциональный интегральный регулятор. Хорошо понятно. Спасибо. 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 Есть еще вопросы? Ну, хорошо. Тогда давайте благодарим докладчика. А вот Николай Журбенко там вроде, у него вопросы. Прошу прощения, я просто не видел. А где был вопрос? Он руку поднял написано. А, пожалуйста. Добрый день. Я, к сожалению, не смог слушать с самого начала эту лекцию. И, может быть, об этом вначале шла речь. Мне интересно, как планируется вот эти все вещи внедрить в практику, в реальность. То есть, насколько я понимаю, это делается для автоматической системы управления, по всей видимости. В России, да, наверное, Олег? Скорее, именно для микросетей, потому что электроэнергетика достаточно, если мы говорим о больших сетях, это консервативная сфера, поскольку любая авария крайне дорогая. Поэтому, в первую очередь, это внедрение в микросетях, а потом уже обобщение. А примеры подобных внедрений уже, так сказать, есть где-то аналоги там? Ну, на данный момент, в основном, все сводится либо к теоретическим результатам, либо на некоторых тестовых площадках проводятся эксперименты. То есть, в реальности это особо не работает. В целом, почему вот эта задача стала актуальна последние годы, это две вещи. Во-первых, это возникновение возобновляемых источников энергии. А во-вторых, это силовая электроника, то есть инверторы. Это батареи. Потому что, если мы, скажем, говорим о гидротурбине, там турбина здоровенный ротор, который крутится, у него большая инерция. Возникло какое-то возмущение в сети, ротор, как правило, даже особо не почувствует, скорость ничего не поменяется. А у возобновляемой электроэнергетики у нее маленькая инерция, поэтому даже маленькое возмущение приводит к разрушению сети, может привести к разрушению сети. Поэтому, в целом, вот эти задачи по регулированию частоты, они стали активно развиваться последние лет 10. И вот практически применения еще пока что ограничены. Ясно. Спасибо большое. Спасибо. Олег, а вы мотивируетесь, ну, как бы, просто тем, что это такой мейнстрим или конкретный есть заказ, там, может, кто-то в России, скажешь, не секрет, интересуется этим или куда-то планируется внедрять? Ну, на данный момент пока что это больше как именно научная работа, чем индустриальная. Ну, я так понимаю, что Скалтех вообще на эту тему как-то так серьезно обращает внимание. То есть, в общем, я так понимаю, что это заметная часть исследований. Ну, вот это конкретно и что-то в окрестностях, которые проводятся в Скалтехе. В основном, основной акцент идет на силовую электронику. То есть, это как подзадача идет здесь. То есть, это включение, например, тех же возобновляемых источников или аккумуляторных батарей посредством инверторов и анализ динамики микроэлектросетей. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Может, еще какие-то вопросы появились? Ну, вроде тогда все. Спасибо еще раз за доклад. В следующий раз, наверное, уже будет в марте. Но мы, естественно, сделаем раз, будет Питер Рихтарик делать доклад с большой вероятностью. Может, что-то еще раньше появится. Будем держать в курсе. Спасибо. Тогда до следующего раза. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok